Это новости на канале ВКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Отопление в Сочи включат по плану. Для этого взят кредит, а сами сочинцы чересчур задолжались за вывоз мусора. Об этом стало известно на планерке главы курорта. Судьбу же как курортные обсудили в Сочи. Чтобы люди получили заветные квартиры, нужно почти полтора миллиарда рублей. Новая набережная Альпийские горки и зимний аквапарк. Лазаревский район представит на инвестиционном форуме масштабные проекты. В Сочи определили победителей Кубка России по пауэрлифтингу. В турнире приняли участие спортсмены-паралимпийцы. Вениамин Кондратьев накануне отправился в потопленные районы края, чтобы лично проконтролировать, как устраняют последствия наводнения. Сейчас идут восстановительные работы. О ситуации в регионе губернатор доложил президенту. О том, как возвращаются к нормальной жизни пострадавшие территории, расскажут наши коллеги. Сочинцы расчищают дворы от грязи и ила, отмывают машины, сушат личные вещи и выкидывают то, что уже не восстановить. Общими усилиями приводят в порядок и улицы, пострадавшие от наводнения. Коммунальщики срезают поврежденные деревья, выкачивают воду и вывозят мусор. Всего в Сочи от стихии пострадали более тысячи человек. В доме Кристины Алмазниковой пока еще пахнет сыростью, но основная уборка завершена. Осталось очистить веранду и высушить мебель. Нанесенный ущерб уже зафиксировала оценочная комиссия. Специалисты составили акты, по которым женщина получит выплаты. Деньги Кристина потратит на вещи первой необходимости, ведь у нее практически ничего не осталось. Убираем, все чистим, выкидываем все, потому что сколько бы ни стирай, ни полоскай, оно все равно все остается, все впивается. Этими вещами потом пользоваться невозможно. В пострадавших от удара стихий Туапсинском, Абширонском районах и Сочи продолжаются восстановительные работы. Около двух с половиной тысяч человек. Спасатели, волонтеры и казаки помогают людям разбирать завалы. О том, как ликвидируют последствия наводнения в Краснодарском крае, Владимиру Путину доложил губернатор. Вениамин Кондратьев и министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев прибыли в Сочи на совещание к президенту. Глава государства обратил внимание, что пострадавшие люди должны получить всю необходимую помощь. К сожалению, не обошлось без потерь. Инфраструктура разрушена в значительной степени. Там в некоторых населенных пунктах люди еще и без электричества сидят. Пожалуйста, доложите, как идет работа по восстановлению. И потом, конечно, нужно сделать это для того, чтобы людям помочь. Они сейчас проходят, активно работают. В размещении уже началось компенсация. В краевом бюджете около 1 миллиарда рублей. Плюс-минус это будет видно по факту. Комиссии пройдут всех. И мы будем понимать точную картину по объемам возмещения, компенсации и затрат на восстановление полного частичного имущества. Самая главная сегодня задача – это максимально вернуть людей к обычному виду жизни. За частичные утраты имущества первой необходимости каждый из членов пострадавших семей получит по 50 тысяч рублей. При полной потере – по 100 тысяч. Это не считая единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей. Всего на Кубани большая вода повредила свыше двух тысяч домов. Но массовых жертв удалось избежать благодаря слаженной работе всех служб. Был до начала события проведен комплекс примитивных мероприятий, который не позволил наступить более тяжелым последствиям. Это в том числе и оповещение, и эвакуация людей в пункт временного размещения. Основная задача, как доложил президенту Вениамин Кондратьев, восстановить во всех домах электричество. Ситуация осложняется тем, что помещения сырые. Поэтому, чтобы избежать замыканий в проводке, сначала необходимо полностью просушить жилье. Для этого местные власти совместно с МЧС устанавливают в дома тепловые пушки. Есть перебои с подачей воды. Например, в Туапсинском районе разбушевавшиеся горные реки на куски разорвали трубопровод. За выходные, как только позволила погода, разрушенную магистраль сразу заменили. 300 человек сейчас находятся в пунктах временного размещения. Их полностью обеспечивают питанием и предоставляют всю необходимую помощь. Губернатор Краснодарского края с первого дня лично контролирует сначала аварийно-спасательные работы, а потом уже восстановительные. Как только появились первые сообщения об ударах стихии, Вениамин Кондратьев выехал в Туапсинский район, а позже побывал во всех зонах подтопления. Глава региона вместе с людьми осмотрел пострадавшие дома. Зашел чуть ли не на каждую улицу, которая оказалась под водой. В Хадыжинске во время разговора с эвакуированными местными жителями губернатор поручает увеличить количество комиссий, оценивающих ущерб. На сегодня в трех районах таких групп работает больше двух сотен. Я инвалид, жена инвалид. Я инвалид. Там сейчас грязь вот так. Как это все у тебя? Будет вывешен график, когда к вам придет помощь на улицу и конкретно в ваш дом. Василий Александрович, еще раз подчеркиваю. Вывешите график, когда придет комиссия к людям. Чтобы они не дежурили там сутками, сидели непоятно в каких условиях. Вот в течение часа будет график, когда придет трудовой десант. И в течение часа должна быть информация у них в виде тоже графика, когда к ним придет комиссия. И делает обследование. Пострадавшие районы продолжают обеспечивать питьевой водой и продуктами. Привозят вещи первой необходимости. Кроме этого, всем, кто нуждается в хозяйственных материалах, доставляет лопаты, мешки, ведра и сапоги, чтобы люди смогли быстрее навести порядок в своих домах. Нужно сделать так, чтобы люди не просто видели формальный подход, что якобы им оказывают помощь. Они помощь должны получить по существу. Процесс выплаты компенсаций, он уже начат. Тем, кто имеет право на получение компенсации за утрату полного или частичного имущества, уже производится. Мы должны вернуть людей к обычному образу жизни. А для этого энергоснабжение – вопрос номер один. Водоснабжение – вопрос номер один. И здесь нет приоритета. Все энергоподключающие, энергоснабжающие системы должны работать. Сегодня стратегическая задача – помочь людям вернуться в свои дома и вернуться к обычному ритму жизни. На руку сейчас играет и погода. По прогнозам синоптиков, сильные дожди отступили. На Кубанию становятся солнечные дни. Очень важно быстрее восстановить поврежденные дома, больницы, школы и детские сады до наступления холодов. Яна Бузычкина, Александр Иванченко, Алексей Комаров, Денис Перец, Кубань, 24. Сегодня на планерном совещании глава города Анатолий Пахомов подвел итоги работы в период наводнения. Самое главное, отметил он, что никто из жителей не пострадал. Несколько дней ливней, конечно, потрепали нервы, почти уже выходили из берегов реки. Но жители были хорошо проинформированы о возможном подтоплении, поэтому хозяева домов вблизи Ашей Макапсы не спали, были готовы к эвакуации. Никто из людей не пострадал. Комиссия провела проверку, и кому необходимо оказана помощь, в том числе медицинская. Мы оперативно вышли, скажу так. Оперативно у нас появился свет, вода везде, дороги были очищены, за исключением тех моментов, о которых я сейчас сказал. Все остальное в полном объеме работает. Повторю еще раз, что до конца недели дорога с Наджигов будет восстановлена, электрики восстановят свет, и мы будем по постоянной схеме работать. Глава города дал поручение службам продолжить чистить реки. В частности, речь шла о необходимости очистки верха реки Хирота. Обсудили и подготовку к зиме. Паспорт готовности курорта к отопительному сезону должен быть получен к 5 ноября. Все 122 котельные города доложили о своей полной готовности. Уже включили отопление в перинатальном центре, а весь жилой сектор будет подключен, как обычно, 15 ноября. Сейчас проходит проверка теплоснабжающего предприятия Ростехнадзора. Она продлится две недели. Были сложные вопросы по погашению задолженности между Сочи Кургаз и Межрегионгаз, точнее, и Сочи Теплоэнерго. Благодаря усилиям, Вашему Анатолию Николаевичу Ильдару Петровичу, спасибо отдельно депутатскому корпусу, одобрено изменения в бюджет. Наше муниципальное предприятие берет кредит 500 миллионов рублей. А это значит, тепло в дома поступит вовремя, долги за газ погашены, но жильцам необходимо вовремя платить за коммунальные услуги, чтобы не возникали задолженности. Задолженность населения есть и за вывоз мусора. На сегодня это свыше 450 миллионов рублей. Чтобы уменьшить расходы спецавтохозяйства, предлагается активно работать по организации раздельного сбора мусора. Ведь выброшенные пластиковые бутылки или бумага могут быть переработаны. И в Сочи есть примеры такого полезного сотрудничества с предпринимателями. А в целом курорт готовится ко дню города. В рамках подготовки сотрудники администрации проверили, как благоустроены муниципальные и частные территории. Только за незаконное размещение рекламы в Октябре выписано более 200 штрафов. Тем же, кому претензий нет, предложили принять участие в городском конкурсе. Свои заявки претендентам на звание «Лучший домком» или «Самый благоустроенный двор» нужно подать до 10 ноября. Восстановление прав участников долевого строительства ЖК «Курортный» обсудили в администрации города. Комплекс работ, позволяющих вывести объект из состояния банкротства, утвердил прокурор Сочи. План внешнего управления утвержден и собранием кредиторов. Теперь необходимо приступить к реализации мероприятий, которые должны удовлетворить требования граждан. Главное из которых – это завершение строительства проблемного дома и подключение его к сетям. Необходимо достроить 25 домов. На сегодня ЖК состоит из 12 объектов. Для реализации так называемого плана оздоровления требуется 1 миллиард 400 миллионов рублей. Новыми должны быть и проекты, и экспертиза, и разрешение на строительство. Корректировка проекта необходима из-за массы перепланировок. Обсудили участники совещания и в целом вопрос пресечения самовольного строительства на курорте. Мы за полгода совместными усилиями ввели в эксплуатацию 8 проблемных домов по 214 федеральному закону. Плюс 2 объекта по жилищно-строительной кооперативе. И 4 объекта мы еще готовимся до конца года. 12 объектов будет. Это по 214. На сегодняшний день ведется активная работа по подключению еще 29 домов к инженерной инфраструктуре. То есть те дома, которые уже призваны на право собственности, в которых проживают люди. По 29 объектам мы совместно с администрацией города, с ресурсниками ведем работу к подключению указанных домов. Как Анатолий Николаевич сказал, что мы сейчас обсудим проблемы вопросы взаимодействия между администрацией города, муниципальным земельным контролем и госстроеннадзором, чтобы у нас работа не останавливалась. Мы продолжали всю работу по пресечению самовольного строительства. Чтобы ускорить решение проблемы, глава города принял решение усилить мониторинг в городе. О проведении каждой инспекции будет проинформирован и прокурор Сочи. И к другим новостям. Вениамин Кондратьев провел рабочую встречу с лидером партии «Справедливая Россия». Сегодня Сергей Миронов приехал в Краснодар. Вместе с главой региона они обсудили работы по ликвидации последствий удара стихии на Кубани. В организации гуманитарной помощи в пострадавшие районы активное участие принимали и члены партии. Однако были те, кто хотел заработать на трагедии политические очки. По-разному у нас в регионе происходит позиционирование членов «Справедливой России» в глазах жителей. В том числе недавние события, которые у нас произошли в Туапсинском районе, Абширонском. По-разному. Вместо того, чтобы сплотиться, есть определенные представители вашей партии. Вместо того, чтобы помочь, консолидироваться, они и больше попытались разжигать ситуацию. Не все равно член какой партии, но объективно укажет на неостаток власти. Только не с точки зрения своего популизма, а конструктивного действия, которое приведет к результату. Но только не самопиар и нежелание сорвать какие-то дивиденды. Сегодня нормальная рабочая ситуация и в Туапсинском районе, и в Абширонском районе. Аварийно-восстановительные работы, они уже практически завершаются. Люди увидели, что они не брошены. Люди увидели, что власть пришла немедленно. Все делается по уму, все делается для того, чтобы минимизировать ущерб, и чтобы люди чувствовали, что они защищены. Очень много волонтеров пришло, просто бескорыстно помочь. И плюс все было организовано должным образом. Во время встречи говорили о деятельности регионального отделения партии. Его руководителя губернатору представил Сергей Миронов. В этом году кандидаты от «Справедливой России» победили на выборах и стали депутатами в советах Белореченского, Кавказского и Тихорецкого районов. У нас общая задача – это рост экономики региона и рост уровня, будет состояние жителей. Если мы здесь с вами разделяем эту свою стратегическую задачу, я думаю, мы очень многое сделаем. И неважно, какой мандат в кармане, главное, какой приоритет жизненный. А я думаю, что мы с Сергей Михайловичем назначены люди, люди и жизнь людей. В следующем году в Крае будет проходить порядка 180 избирательных кампаний. Как отметил Вениамин Кондратьев, в регионе готовы прислушиваться к мнению представителей любых фракций. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 31 октября в Сочи переменная облачность. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 16. Днем 19, 21 градус выше нуля. Атмосферное давление 768 миллиметров ртутного столба. Ласточки на два месяца прекращают движение между Майкопом и Сочи. Движение электропоездов отменят со 2 ноября. Отмена движения не связана с последствиями недавнего паводка. Причиной при остановке станет плановый ремонт на перегоне Гойтх-Индюк. Восстановить рейсы ласточек между Майкопом и Сочи рассчитывают с 1 января. Лазаревская оправляется от последствий стихии и уже готовится к реализации проектов, направленных на развитие потенциала района. Готовы у руководства и инвестиционные проекты, которые планируется презентовать на российском инвестиционном форуме. Пройдет он в феврале. Как и чем Лазаревский район будет привлекать инвесторов, об этом наш следующий материал. Предложения для инвесторов есть и у местных жителей. К примеру, Рашид Суров занимается в Лазаревке ипотерапией. В поселке Магри врач планирует открыть центр, где по уникальной методике намерен заняться реабилитацией детей-инвалидов. На сегодняшний день земельный участок, на котором Рашид развернул работу, он арендует. С выкупом пока загвоздка. С Челябинска у нас 4 ребенка, с Волгограда у нас 7 детей приезжают к нам. С Ростова дети приезжают к нам. Вот уже 3 года мы занимаемся немного. И массаж, и ипотерапия, и результат очень-очень положительный. Если бы кто-то помог бы нам выкупить или помощь в предоставлении участка, то, конечно, нам было бы легче намного. Руки у нас есть. Мы сами можем работать. Мы и огородим, и построим какие-то помещения для занятий ипотерапией. Проложим дорожки свои и будем на этих дорожках прокатывать детей. Инвестиционную привлекательность в своей деятельности видят и сотрудники тепличного хозяйства «Верлиока», что в якорной щели. На трех гектарах закрытого грунта здесь выращивают огурцы. В прошлом году урожай составил 870 тонн. Реализуют овощи только в Сочи. Но в теплицах готовы работать более масштабно, чтобы культивировать и другую плодово-овощную продукцию. К тому же свободные земли у предприятия имеются. А это ни много ни мало 15 гектаров. Чтобы нам, допустим, выращивать томаты, нам нужны 6-метровые теплицы. Мы своими силами не можем этого сделать. И эти теплицы уже и конструкции устаревшие, и перейти от стекла к какому-нибудь другому материалу. Вот для этого нам нужны деньги. И увеличить площадь. Потом построить теплицы чисто для зелени, для клубники, для лимонов. Ну, чтобы хоть как-то по городу какой-то минимальный спрос обеспечить. Инвестиционные проекты нужны городу, в том числе для увеличения доходов в бюджет. Затраты муниципалитета увеличиваются. Город строит школы, детсады, чтобы восполнить расходы. В городе нужно усилить работу по поиску инвесторов, отмечает мэр. Нам необходимо сделать так, чтобы появились новые рабочие места. Нам необходимо сделать все для того, чтобы появились объекты, которые будут платить налоги и давать прибыль. И, конечно, здесь, Сергей Николаевич, главная задача – это Лазаревский район. Потому что Лазаревский район все эти 8 лет особо не развивался, особо инвестиций не привлекал. Огромный потенциал есть у Дагомысо, у Головинки, у Аше. Земель сколько неэффективно используется. А есть и земли, которые вообще не используются. Поэтому я вот хотел бы у вас узнать, как вы готовитесь к инвестиционному форуму, который пройдет в феврале 2019 года, и какие проекты мы инвестиционные будем выставлять на форуме, чтобы привлечь инвесторов для развития Лазаревского района. Анатолий Николаевич, ту задачу, которую вы перед нами поздравили, развитие Лазаревского района, мы ее выполняем. И выполняем, я считаю, в настоящее время в полной мере. Мы разработали по северной территории два хороших сквера. Можно расположить здесь кафе, ресторан. Кроме того, у нас есть предложение, Анатолий Николаевич, по северной территории. Это всесезонные альпийские горки. У нас есть эскизные проекты. То есть протяженность этих горок мы территорию отработали. Хаджико территория – это три километра. И Аше территория, горный спуск – это порядка полутора километров. Привлекательность будет очень серьезная. Проектная документация готовится и по зимнему аквапарку. Еще один грандиозный проект – реконструкция набережной Псы-Зуапсы со спорткомплексами, детскими площадками и ресторанами. Кроме того, в Лазаревском готовятся три территории под яхтенные марины. Вы правы, Анатолий Николаевич. Именно с вашей подачи мы и начали в 2018 год развивать именно Лазаревка. Администрация Лазаревского района очень серьезно подошла, потому что они практически проинвентаризировали все свои резервы, все свои мощности района. И я думаю, что в ближайшее время конкретные какие-то проработанные проекты должны быть уже. Я думаю, что вы на правильном пути. Эти все инвестиционные предложения должны быть, в первую очередь, известны жителям города Сочи. Мы очень хотим, чтобы инвесторами стали как раз наши предприниматели. На экономическом форуме мы сможем с министерствами, ведомствами Российской Федерации подписать эти договора, потому что там же многие земли являются собственностью федеральной либо краевой. И как раз вот у нас будут более точечные и более выверенные решения подписания договоров на инвестиционных форумах. Все проекты по развитию Лазаревского района будут презентованы на российском инвестиционном форуме, который пройдет в Сочи с 15 по 17 февраля. Инга Габеша, Михаил Дубинин, Владимир Киселев, Арак Таян, телекомпания ФКТ. В среду 31 октября без газа останется микрорайон Соболевка. Специалисты Сочи-Гургаза будут выполнять плановые работы на газопроводе. На время работы с 9 утра и в течение нескольких часов возможно отключение от газоснабжения жилых домов на улицах Шевцовой, Громовой, Тюленина, Чайкина, Земнухова, Пятигорский тупик, Пионерская, Молодогвардейская, а также в Садовом товариществе Лысая гора. Повторный пуск газа будет произведен сразу по окончании работ. Для этого абонентам необходимо обеспечить доступ специалистам и иметь на руках действующий договор на техобслуживание. Минэкономразвитие предложило не считать заборы и сараи недвижимостью. Об этом сообщает российская газета. В министерстве полагают, что подобные объекты следует рассматривать в качестве улучшения земельного участка. А сейчас размытость их статуса в законе вызывает многочисленные споры. Теперь же Минэкономразвитие разработала поправки в законодательство, которые исключают сараи, заборы, беседки и другие некапитальные сооружения из категории недвижимого имущества. Поправки должны быть внесены в Гражданский кодекс. По сути, они освобождают собственника участка, который возводит на нем некапитальные сооружения, от необходимости их регистрировать. Это позволит разгрузить органы по регистрации недвижимости и упростить строительство для владельцев участка. В Адлере мужчина, угрожая пистолетом, похитил у девушки духи. А еще мобильный телефон и документы. С сообщением о нападении в дежурную часть полиции обратилась местная жительница. Девушка пояснила, что на улице к ней подошел неизвестный мужчина и, угрожая предметом, похожим на пистолет, ограбил ее. Сумма ущеба составила около 40 тысяч рублей. Полицейские составили ориентировку, которую передали всем дежурным нарядам. Вскоре сотрудники уголовного розыска неподалеку от места происшествия задержали схожего по приметам мужчину. При проведении личного досмотра правоохранители изъяли газовый пистолет, телефон, документы и парфюмерию. Все похищенное вернули законной владелице. Установлено, что 48-летний местный житель ранее привлекался к уголовной ответственности. Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Сочинцу грозит лишение свободы на срок до 10 лет. На сочинских горнолыжных курортах начинается подготовка к зимнему сезону. Так, на Розе Хутор 6 ноября на профилактику закроют большую часть подъемников. Открыть горнолыжный сезон планируется 14 декабря. 22 декабря состоится праздник в честь начала катания. Также строители уже приступили к проектированию нового подъемника на южном склоне хребта Аибга. Строить его начнут в следующем году и планируют открыть к следующему зимнему сезону. У футбольного клуба Сочи появился талисман. Им стал Барс. Познакомиться с ним болельщики могли на игре против воронежского факела. Сотрудники клуба называют маскота Барсиком, но настоящего имени у него пока нет. Болельщиков приглашают самим выбрать имя для талисмана. Руководство клуба составило шорт-лист имен, среди которых Барсик, Марс, Фарт и Булат. Проголосовать можно на официальной странице ВКонтакте ФК Сочи. Итоги будут подведены 31 октября. В Сочи сегодня определили победителей Кубка России по пауэрлифтингу среди мужчин и женщин. В турнире принимали участие спортсмены-паралимпийцы – атлеты с поражением опорно-двигательного аппарата. За ходом соревнований наблюдала наша съемочная группа. 130 спортсменов из 26 регионов. Столько участников ожидали организаторы на Кубке России по пауэрлифтингу в Сочи. Но до побережья добрались не все. Помешала разбушевавшаяся в Краснодарском крае стихия. Те, кто приехал сюда, многие удивили хорошими результатами сборники. Кто-то, конечно, немножечко после международных стартов расслабился и не смог показать максимальный результат. Ребята, которые приехали, многие прибавили из регионов. Показали свои личные хорошие результаты, рекорды личные установили. За бортом турнира оказались и звездные тяжеловесы. Но состязания от этого не стали менее зрелищными. Спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата работают с приличным весом. И могут дать фору даже здоровым атлетам. Так ко второй финальной для себя попытке готовится Константин Мацнев из команды Тамбовской области. Один из лидеров Кубка. Наверное! Рекорд России не устоял. Мацнев взял 226 килограммов. Кстати, в Сочи он побил рекорд страны, которую поставил сам же на недавних соревнованиях в Польше. И таких результатов 46-летний спортсмен добился всего за три года. Конечно, на допинг сдаю каждый раз, очень часто. Ну, потому что, естественно, нормальный человек не верит в такие прогрессы за такие короткие времена. Я вообще-то к 50 иду, чтобы на мир, на Паралимпиаду поехать. То есть там меньше 40 ловить нечего. То есть, естественно, надо продвигаться к 50. Кто-то бьет рекорды, другие только пробуют себя на крупном турнире. Для ряда спортсменов соревнования в Сочи, которые прошли на базе Югспорта, стали первым серьезным стартом. На Кубок России я привезла 6 ребят, 6 мужчин в разной категории с различными заболеваниями. Трое спортсменов у меня уже являются опытными, уже не первый раз выступают на российском уровне. Трое спортсменов, можно сказать, впервые на таких крупных соревнованиях. Кубок в Сочи – это завершающее соревнование года для пауэрлифтеров. В феврале главный старт – чемпионат России. Он пройдет в Брянске. Ну а победители Кубка по пауэрлифтингу в Сочи получили заветные медали. Кстати, лучшей в командном зачете стала сборная Краснодарского края. Следом – Санкт-Петербург и Тамбовская область. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Ну и на этом наш выпуск завершен. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях – Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram и в группе «ФКТ ВКонтакте». Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мика Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мика Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...